Всем привет! Вот этот день и настал. Вышла книга «Переход» Вероники Крафф, которую я лично ждала целый год. Я уже говорила о Веронике Крафф в предыдущих видео. Это женщина, которая реально одна из самых умных в мире, и я всегда ей восхищалась. И хотела бы порекомендовать, чтобы вы тоже читали книгу «Переход», потому что там есть очень важная информация, и те, кто прочитает эту книгу, будут ментально подготовлены к тем явлениям, которые будут происходить на нашей Земле. Есть вариант того, что, может быть, вы в этой жизни и не столкнетесь с глобальными катаклизмами, но, поверьте мне, через 200 лет вода будет уже везде. Я имею в виду наводнения. Они просто будут везде. Не будет никакой страны, которая смогла бы избежать наводнений, землетрясений и других глобальных катаклизмов. И в этой книге «Переход» говорится о четырёх всадниках апокалипсиса. Это болезнь, война, голод и смерть. И там говорится о том, что если человечество продолжит делать всё так, как оно делает сейчас, это будет очень печально. И почему это будет печально, я уже говорила в своих предыдущих видео. Сейчас я бы хотела прочитать цитаты из этой книги, потому что они мне настолько понравились, что я просто не могу их не прочитать. Любовь — значит, люди Бога ведают. Она подразумевает активное участие в жизни другого человека, основанное на знании и понимании. Человек, отвернувшийся от Бога, на самом деле отвернулся от самого себя. Если ты осознаёшь природу вещей, ты не будешь просто наблюдать, как разрушительные идеи захватывают сознание и тело любимого человека. Настоящая любовь требует действий, иногда жестоких, но во благо. Человек должен бороться за другого человека, потому что это душа, нужная Богу. Но это я чисто от себя добавила. Истинная любовь выражается в действиях, которые направлены на благо объекта любви, даже если это не всегда ласка и приятные слова. Иногда это требует решительных мер, направленных на устранение разрушительных влияний. Любовь — это не просто эмоция или чувство, это глубокое знание и ответственность за другого. Вообще, хочется сказать о мировоззрении Вероники Красс. Она постоянно говорит о том, что книга — это величайшая книга жизни. И когда её спрашивают, какие книги она читает, потому что видно, что она очень такой начитанный умный человек, она говорит, что природа. И она как бы оценивает всё по именно этому фактору, критерию. Например, возьмём клетки организма. Есть клетки, которые вирусные, несут в себе идею, эгоистическую идею, которые действуют во благо только себе. И есть клетки здоровые, которые действуют на благо всего организма. И каждую такую идею общества нужно смотреть через ту идею, которую она несёт. Например, идеи глобалистов, которые хотят захватить мир. Или идеи людей, которые реально хотят открыть глаза людям. То есть это всё очень хорошо стыковывается с информацией Секритовой Ларисы Александровны, потому что они оба говорят о положительных и отрицательных людях. То есть вирусные клетки, то есть вирусные люди — это те, которые распространяют разрушающие идеи. То есть они распространяют информацию, которая разрушает общество и жизнь в целом. Конечно, если углубиться, то это всё во благо радиоэволюции. Но если так подумать, то очень много, что эти отрицательные люди, они как бы скрывают свои действия под невинными какими-то проектами. Например, было время, когда люди покупали тесты на то, чтобы узнать свою национальность, на сколько процентов они русские, на сколько казахи, на сколько уйгуры и всё такое. И люди как бы думали, что это просто невинное узнавание своей национальности, своей кровиночки. Но нет, они отрицательные люди, они собирали информацию, чтобы сделать такой вирус, который воздействовал бы на абсолютно все виды ДНК. И как бы за такими невинными проектами, например, как искусственное мясо, которое как бы отгораживает животных от смерти, то есть вот эта бескровная, эко-здоровая пища, которая тоже там модифицирована, тоже там несёт в какие-то деструктивные моменты. И всё это под соусом, вот знаете, типа мы жалеем животных, это всё ради того, чтобы не убивали животных. То есть вот такие типа добрые идеи, невинные, добрые, здоровые, эко-зелёные идеи, которые на самом деле вредят. Такое же можно, например, отнести электрокары, которые типа за экологию, чтобы не было углекислого газа и всё такое. Но я слышала от одной, можно сказать, ясновидящей, от Алины Нав, что это на самом деле даже ещё более вредоноснее, чем обычные машины. То есть я раньше думала, что может быть это правда, что электрокары и мы все рожные перечины электрокары. Но как оказалось, как всегда, не всё так просто. И вот эти вот все эко, все эти идеи, которые под зелёным соусом, которые пропагандируют именно борьбу за экологию, борьбу за человечность, вот это всё, типа под вот это, это всего лишь верхушка айсберга. А под этой верхушкой находятся абсолютно грязные мотивы. И люди, они очень доверчивые, очень наивные, мы все как бы слепо верим во всё это и как бы не замечаем, как мир катится просто на дно. Мне очень понравилась там одна идея про именно технократию. Итак, в поддержании здоровья состояние играет ключевую роль. Случайность — это непознанная закономерность. Если вы хотите познать секреты Вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации. Это сказал Никола Тесла. «Я — это свет и частица от изначального целого энергоинформационного поля. Волна, вибрирующая на определённой частоте, в связи с чем проявлена как частица, живущая, познающая и творящая в проявленном мире на этой земле при помощи данного мне тела и разума. Я не есть тело, я владею телом». То есть азъясинь — это то, кем и чем я являюсь на самом деле. Всесильный, связанный со всем живым свет. «Вашими инструментами являются тело и идентичность, данное вам с рождения. Я — это свет, дух. Вы пришли в этот мир быть его частью и творить по своему предназначению. У вас всех есть предназначения, как и у любой клетки в организме. Нет клеток, у которых нет цели и смысла их существования в организме. У вас есть физическое тело, которое, как вы знаете, тоже свет. У вас есть определённая миссия, и в соответствии с этим всем комплексом вы можете творить здесь, на земле». И сейчас будет моя любимая цитата. «Технологический прогресс всегда приводил к духовному обнищанию и невообразимым катастрофам. Мир, форм, вторичен по отношению к миру волн. Перед вами стоит задача огромной важности — найти способы преодолеть разрушительные силы войны и восстановить мир и справедливость на земле». Я видела… Ну, это там была притча, и там говорится, как сова олицетворения мудрости сказала. «Я видела в человеке пустоту, неутолимый голод. Это он делает его печальным. Это он заставляет его что-то желать. Человек всегда будет забирать и забирать, пока однажды мир не скажет ему. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать. Ты забрал у меня всё». На первый взгляд у нас есть всё необходимое для развития и процветания цивилизации. Впрочем, реальность показывает, что чем больше свободы потребления, тем больше общество деградирует. Несмотря на полностью забитые полки супермаркетов, проблема продовольствия становится всё более актуальной. А беспринципные люди, контролирующие эту отрасль, продвигают свои фридоносные идеи. Только осознание нашей ответственности и коллективные усилия могут спасти нас от надвигающейся катастрофы. Человек должен осознать свою силу и принять реальность, увидеть мир таким, какой он есть, и начать действовать, чтобы изменить его к лучшему. Как мы видим, этот мир абсолютно перевёртыш. And everything is not what it seems. Люди могут направленным коллективным вниманием создавать программы, которые будут людям же и служить, подчиняться им, а не наоборот. Каждый из вас наделён этим даром по праву рождения. Каждый из вас творит реальность, действительность при помощи своего внимания и веры. Ваше восприятие, а не сама ситуация, определяет конечный результат. Вера — это чувство, возникающее из-за когеретного сигнала. Когеретность — это когда разум и сердце, они как бы синхронны. И она является чуть ли не основным механизмом творения. Мир — это поле возможностей, готовым откликнуться на наши намерения. Сила даётся тем, кто умеет ею пользоваться. Чем духовнее человек, тем больше у него силы. Ну, это я от себя написала. Когда деревья больше не смогут давать тень, когда вода будет загрязнена, а животные исчезнут, человечество поймёт, что деньги нельзя есть. Кажется, я уже говорила эту фразу, но, видимо, люди не понимают до сих пор. Навык управления вниманием. Она делала акцент именно на том, чтобы у людей развивали навык управления вниманием, потому что куда внимание течёт, туда энергия влечёт. И люди растрачивают огромное количество внимания просто или в пустоту, или в какие-то деструктивные вещи. Ну, просто ужасно. И это проблема вообще 99% людей, включая меня тоже, потому что уметь контролировать свои мысли — это чуть ли не самое сложное и самое главное умение нашей жизни. Сейчас идёт война светлых и тёмных сил души. Тёмные выигрывают из-за человеческого бездействия. Вообще, хотелось бы сказать немножко про саму концепцию книги. Там есть персонажи, и они как бы являются архетипами людей, и каждый человек найдёт в этих описаниях что-то relatable, то есть что-то, когда они могут сказать «да, я тоже так себя чувствую». Ну, например, «Мистер Линк» — это... Ну, там, короче, если вы прочитаете, вы всё поймёте, потому что пересказывать всё это будет очень долго. В общем, что я хочу сказать. Там говорилось насчёт того, что есть определённые стадии, когда человек узнает такую информацию, есть определённые стадии, через которые он проходит, там, отрицание, сомнение, страх, принятие, согласие, действие. И когда ты... Чем больше и больше ты узнаёшь о мире и как всё устроено, тем больше у тебя появляется агрессии, как в моём предыдущем видео. У меня появилась злость и агрессия из-за того, что люди творят ради денег. Выпускает огромное количество пластика. И она сказала, что не надо уходить от этих эмоций, то есть не надо избегать этой проблемы. То есть тем, что мы просто будем бежать от этой проблемы, ничего не изменится. И это нормально, чувствовать злость по поводу всего того, что творится в мире. И в какой-то момент нужно понять, что вместо того, чтобы добавлять ещё больше негатива в мир, нужно просто действовать. И порой это кажется сложным, потому что такое чувство, как будто всему миру абсолютно наплевать. То есть всем наплевать. Ладно, можно сказать не всем, но 90% людей абсолютно наплевать на экологию. Давайте будем честны. И иногда кажется, что сколько бы ты об этом ни говорил, что бы ты ни предпринимал, как будто люди всё равно будут делать это. И иногда бывают моменты бессилия, когда, например, в документалке про сиспайриси, там был человек, который очень заботился об экологии, буквально экономил воду, буквально реально так экономил, что он быстро принимал душ, очень экономил воду в любых сферах своей жизни и видел, как людям пофиг. И как то, что он так старается, буквально идёт на смарку только потому, что люди, как бы большинство людей так не делают. И из-за этого эффекта вообще ноль. И, например, веганы, которые там пытаются защищать животных, они понимают, что людям вообще пофиг на это. И как бы импакта от того, что они не едят мясо, буквально никакого, потому что большинство людей всё равно едят мясо, и им всё равно на животных. И возникает такое чувство, как будто ты стоишь, с тобой есть несколько маленькое число единомышленников, а весь остальный мир просто идёт своим чередом, живёт свою повседневную жизнь, ни о чём не заботясь. Буквально считаю, что если сейчас всё нормально, то так будет всегда. Вообще не задумываюсь о будущем, не задумываюсь о земле, ни о чём вообще не задумываюсь. когда в голове только деньги и удовольствие. И ты смотришь на это и такой, блин. И это реально печальное состояние, когда ты чувствуешь это бессилие. Но в книге написано, что на самом деле человек может изменить траекторию движения всего человечества. Просто нужно верить в свои силы и не поддаваться этому чувству беспомощности. Потому что если мы сдадимся, то тёмные силы победят, и ничего хорошего в этом не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...